Привет друзья! Сегодня вы узнаете, кто такая Валентина Матвиенко на самом деле, и кем оказался ее взрослый сын. Русская Маргарет Тэтчер. Валентина Матвиенко гордится сравнением с британским премьером. И не только потому, что близка к высшему государственному посту. В иерархии российской властной системы занимает третье место. Первую женщину губернатора и спикера Верхней Палаты Парламента Железной Леди прозвали за такой же жесткий характер и принципиальность. Детство и юность. Родилась Валентина Ивановна 7 апреля 1949 года в украинском селе Шепетовка в семье фронтовика Ивана Яковлевича и театрального костюмера Антонины Кондратьевны Тюниных. По национальности наполовину украинка. Отец скончался, когда девочке еще не исполнилось 7 лет. У матери, оставшейся с тремя дочерьми на руках, из которых Валя была самой младшей, начались финансовые трудности. Это стало ключевым фактором при выборе дальнейшего пути. Окончив среднюю школу с серебряной медалью, Валентина, не задумываясь, поступила в Черкасское медицинское училище, чтобы быстрее получить профессию и начать самостоятельно зарабатывать. Получив красный диплом, переехала в Ленинград, окончила химика-фармацевтический институт и получила распределение в аспирантуру. Однако в вузе девушка, увлеченная общественной работой, поняла, что медицина – не ее призвание. Так, в биографии Матвиенко появились Академия общественных наук при ЦК КПСС, курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипакадемии МИД. Карьера. Валентина Ивановна прошла тернистый путь от рядового члена Коммунистической партии до секретаря Ленинградского областного комитета ВЛКСМ. Еще в молодости писали отдельные СМИ. К ней прилипло странное прозвище «Валька-стакан». Не секрет, что в те времена комсомольские съезды сопровождались бурными застольями. Начинающему политику было несолидно отрываться от коллектива, поэтому Матвиенко иногда сама ставила на стол стакан и предлагала выпить. Сейчас председатель Совета Федерации с долей иронии вспоминает только о половине стакана и замечает, что навряд ли найдутся те, кто не оказывался в похожей ситуации. В 1986 году Валентина вошла в мир большой политики. Заняла должность зампредседателя исполкома Городского совета народных депутатов Ленинграда, курировала вопросы культуры и образования, а через несколько лет стала народным депутатом Верховного совета СССР и возглавила комитет по делам охраны семьи, детей и женщин. После распада Союза перед Матвиенко распахнулись двери дипломатии. Ее назначили первым российским послом на Мальте. Ставший министром иностранных дел Игорь Иванов, сделал Валентину Ивановну директором департамента по связям с регионами, потом послом в Греции. Когда в кресло премьера сел Евгений Примаков, то назначил Матвиенко заместителем по социальным вопросам. Она удержалась на занимаемой должности превозглавлявших Кабинет министров Сергея Степашини, Владимире Путине и Михаиле Касьянове. В 2003-м Валентине Матвиенко предложили вернуться домой в роли полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В октябре того же года политика избрали губернатором Санкт-Петербурга. Первая попытка занять этот пост предпринималась еще в 2000-м, но тогда Матвиенко решила, что народной поддержки для победы на выборах недостаточно. По ее же словам, она в прямом смысле силой вытащила город из ужасов 90-х. Однако противники деятельности Валентины Ивановны времен губернаторства считают и достижения и нововведения возмутительными. Облик Санкт-Петербурга при Матвиенко существенно изменился. Снесено много старых зданий, на месте которых выросли деловые и торгово-развлекательные центры. Произошла значительная перестройка транспортных развязок. Но шквалу критики городоначальник подвергалась за уничтожение исторического центра, за бессилие перед коммунальными проблемами. Для уборки снега Валентина Ивановна призывала привлекать студентов и бомжей, но улицы все равно погрязли в сугробах. В 2006 году Матвиенко подала заявление о досрочной отставке, но глава государства Владимир Путин отклонил его и повторно назначил губернатором Санкт-Петербурга. В июне 2011 года глава Башкортостана Рустем Хамитов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост председателя Совета Федерации. Действующий на тот момент президент Дмитрий Медведев поддержал инициативу. Матвиенко сложила полномочия губернатора по собственному желанию. Занявший место руководителя северной столицы Георгий Полтавченко назначил предшественницу представителем Санкт-Петербурга в Совете Федерации. Буквально через две недели Валентину Ивановну единогласно избрали на пост председателя Совфеда, из 140 сенаторов только один воздержался. Автоматически она вошла в Совет Безопасности Российской Федерации, а через год ввиду изменившегося законодательства членом Госсовета. По складу я трудоголик и считаю, что без пахоты никогда никаких результатов не добьешься. Стараюсь не просто руководить, а показывать личным примером, как нужно относиться к работе. Нужно быть творческим человеком, стремиться самореализоваться, увидеть результат. Мне всегда больше всех надо. Я всегда ставлю самые высокие планки и стараюсь найти выход из любой ситуации. Совет Федерации под руководством Матвиенко одобрил вызвавшие бурное возмущение в обществе законы о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, о фейковых новостях, неуважительном отношении к государственным символам, повышении пенсионного возраста. При этом заключение экспертов о неправовом механизме этих актов, некорректности, формулировок и прочих нарушениях проигнорированы. Впрочем, положительных результатов работы политика тоже немало. При Матвиенко стартовали программы «Доступная среда», «Тревожная кнопка» и «Дети России». Она защитила от огульной приватизации поликлиники и больницы, с ее подачи принята концепция демографического развития и выплачивается вторая пенсия блокадникам. Валентина выступила с автором законопроекта о налоговых льготах меценатам, поставила перед министром просвещения Ольгой Васильевой задачу сократить число ненужных отчетов учителей. 1 марта 2013 года Верхняя палата парламента России дала президенту добро на использование вооруженных сил на территории Украины. На фоне сложившейся ситуации Валентина Матвиенко, как и многие другие политические лица, попала под международные санкции. Спикеру запрещен въезд на территорию ЕС, арестована собственность в США. Хотя Матвиенко заявляла, что никогда не имела счетов и недвижимости за границей. В Америке вообще считают и главной виновницей в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины. Личная жизнь. Личная жизнь Валентины Ивановны отличается стабильностью. На пятом курсе ЛХФИ она взяла фамилию мужа Владимира Матвиенко, с которым прожила 45 лет. Супруг до 2000 года преподавал в военно-медицинской академии, а после ухода на пенсию занялся строительством дачи под Санкт-Петербургом. Последние годы жизни мужчина тяжело болел, был прикован к инвалидному креслу. Умер в августе 2018. В этом браке родился сын Сергей. Он окончил школу с углубленным изучением английского языка, имеет два диплома по экономическим специальностям и степень доктора наук. По утверждению СМИ, Сергей Матвиенко – долларовый миллиардер. Капитал сколотил, работая вице-президентом Банка Санкт-Петербург, ВТБ и Внештаркбанка. Владея 28 дочерними структурами компании «Империя». Сфера деятельности – девелопмент перевозки, клининг, медиарынок. У матери-бизнесмена доходы поскромнее. В 2016 году Валентина заработала 22,8 миллиона рублей. В 2017 – 23 миллиона рублей. В 2018 – 15,3 миллиона рублей. В 2004 году Сергей женился на девушке, которую позже страна узнала как популярную певицу Зару. Брак оказался страстным, но недолгим. Как утверждали сами супруги, они просто не сошлись характерами. В 2006 молодые люди развелись. Со второй женой Юлией Зайцевой Сергей воспитывает дочь Арину. Невестка Матвиенко – выпускница Плехановской академии, модель, состоявшаяся бизнесвумен, вместе с подругой держит шоурум GM Studio, в котором делает покупки питерский и московский бомонд. Модные вещи заказывает и Валентина Ивановна. У Юли у единственной из членов семьи есть страница в Инстаграме, только размещаются там личные фото. Знаменитой свекрови хватает публичности и без социальных сетей. В свободное время глава Совета Федерации любит заниматься домашним хозяйством, увлекается кулинарией и живописью. Самая влиятельная женщина России, несмотря на возраст, в 2019 году исполнилось 70 лет, находится в безупречной физической форме, посещая бассейн и тренажерный зал. Еще одно увлечение спикера – теннис. Валентина Матвиенко сейчас. В январе 2020 года Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, в котором содержался ряд инициатив, в том числе, по изменениям Конституции. После этого правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Матвиенко особо отметила в речи президента часть, касающуюся запрета двойного гражданства для представителей власти. По ее словам, честным государственным служащим ни к чему запасной аэродром. Те, кто так не думают, могут уходить в бизнес. Между тем, редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что еще до конца года Валентине Ивановне придется расстаться с должностью. Верхнюю палату парламента может возглавить бывший министр обороны Сергей Шойгу. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.